Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Я сегодня обещаю вам шуточное, прекрасное, весёлое настроение, потому что сегодня распаковка посылки из интернет-магазина Ньюшик. Но это не простая распаковка, это товары, которые я не заказывала. Поэтому, внимание, мои красивые пышные дамы, это платье для вас, которое я хочу разыграть. Давайте обо всём по порядку. Все вы знаете, что у меня есть сотрудничество с этим прекрасным магазином Ньюшик. На днях я получила две посылки, и когда я распаковывала одну из них, я поняла, что эти товары я не заказывала. Китайский Новый год, китайцы хорошо праздновали и, видимо, что-то доперепутали. И вместо двух товаров, которые я заказывала, ссылки на них я оставлю под этим видео. Это красивая леопардовая блузка и очень красивый ажурный вязаный пуловер. Наверное, получила моя, ну не знаю, как сказать, счастливая или не очень, обладательница, которая тоже не заказывала эти товары. Но если в моём случае мне повезло, потому что дама, с которой перепутали мои заказы, очень красивых, пышных форм, я сейчас показываю вам талию. Это талия. Обхват талии я померила по платью. Получается 64, если на 2 умножаем, получается 128 сантиметров. Это талия. Конечно же, это не мой размер. И я решила, что вот это платье я подарю к 8 марту моей подписчице, которая напишет мне в комментарии «Хочу подарок». Поэтому красивые, пышные дамы. Это платье ваше, побольше активности. Если оно вам понравилось, пожалуйста, напишите комментарий, в котором укажите «Хочу подарок». И 8 марта мы с вами разыграем как раз к празднику вот это платье. Вы только заплатите за доставку, и я вам его отправлю. Платье на самом деле красивое, но это не мой цвет, чтобы его переделать. Потому что, конечно же, можно подогнать под свой размер, что я и сделаю со следующими товарами, которые я вам покажу. Ну, а это платье я не буду переделывать. Просто подарю одной счастливой обладательнице, одной моей подписчице. Поэтому, пышные дамы, побольше активности, не стесняемся. Как говорится, принимаем участие. Оно обычное, простое. Это такой плотный материал. Я не знаю, что это за материал. Очень плотный. Здесь рукав, круглый вырез. И присборенная юбка. В принципе, и всё. Об этом платье. Размер этот 5XL. Если, я даже не знаю, девочки, что это за размер 5XL. Значит, что здесь ещё мы можем сказать по этому платью. Ну, стирать 40 градусов. Непонятно, дальше тёплая вода. Я гладила даже на тройке его, потому что плотный. Ну, в общем, вот такие опознавательные знаки. Значит, длина платья 108 сантиметров. Я мерила от, значит, плеча и до самого низа. Вот такое оно, красивое, жёлтое клетку. Вот с такими дубовыми листьями. Это первый товар из этой посылки. Я сразу начала с него, чтобы вас заинтриговать. И, возможно, кого-то обрадовать. Кто-то получит это платье к 8 марту. Ну, а я перейду дальше к другим товарам. Тоже размер 5XL. Но эти товары я буду переделывать под себя. Итак, мои хорошие, второе платье. Очень красивое. Национальный стиль. Вот такой орнамент. Сейчас покажу низ. Платье очень длинное. Сейчас подойдём поближе. Посмотрите, какая красота. Так что пышная дама. Сейчас общаюсь с девушкой, менеджером этого магазина, которая со мной работает. И пока она не дала мне ссылки. Если выйдет видео, возможно, ссылки появятся на эти товары позже. А, возможно, уже к выходу всё будет готово. Значит, смотрите. Опять всё тот же размер 5XL. Очень интересное решение здесь. Здесь, видите, как выполнены. Вот такая выкройка. То есть, как бы как подрез идёт. А здесь сплошной. То есть, дальше нету этого шва. И вот здесь немножко присборено. Очень красиво. Я его мерила под поясок. И под поясок его даже можно не переделывать. Во второй части ролика я постараюсь продемонстрировать это всё на себе. Ну, кроме жёлтого платья. Ну, жёлтое платье просто вообще никак. Если что-то я ещё могу позволить показать вам на себе, поднять вам настроение, то жёлтое платье нет. Вот это платье мне очень нравится. Пышные дамы. Это платье для вас. Так как я говорю, я не выбирала этот товар, пока не знаю, сколько он стоит. Даже не могу предположить. Здесь вот такая красивая пуговица в виде бусинки. И просто сзади оно просто белое. Вот такое. Так что красота мне очень понравилась. Это платье я буду переделывать под себя. Я вот всё думаю. Просто так же ничего не бывает. То есть, если перепутана посылка, и это произошло в моей жизни, то для чего-то это было сверху предпринято кем-то очень умным созданием. Поэтому я что сделаю? Я уменьшу объём вот здесь. То есть, это всё я распарю. Вырежу лишнее. Вточаю рукав. А вот эти места я просто присборю. И у меня будет очень красивый наряд к лету. Ну, увидите на мне, как оно сейчас смотрится. И посмотрите, как это красиво выглядит. Ну, а те, кому переделывать не придётся. Так что в этом интернет-магазине не только на худышек, а и на дам красивых, пышных. Вот с такой пышной фигурой. Так что постараюсь оставить ссылку. Следующее платье, это вот такой нынче модный горох. Вот это платье, даже в неизменённом варианте. Но мне нравится, как оно на мне сидит. Сейчас моден стиль Боха. И довольно-таки смотрится неплохо. Может быть, потому что чёрный цвет и как-то он уменьшает, что ли, размер этого платья. Не знаю. Под лосинки, да можно даже и не под лосинки, а можно, в принципе, носить вот эту красоту. Ну, а я говорю, у кого красивая, пышная фигура, то это платье для вас. Мне нравится, как оно выглядит и как оно сидит на мне. Значит, что здесь? Вот такие завязочки хлопковые с такими вот кисточками. Ну, в принципе, и всё. Воротничок, стоечка. Платье, материал. Ну, вот какая-то синтетика. Я не знаю, вот вы видите, я вам сейчас показываю. Сейчас, сейчас, сейчас. Изнанку. Вот какой-то, ну, я не знаю, как это назвать, но какой-то очень плотный, набивной такой вот материал. Синтетика, конечно, конечно, синтетика. Сейчас посмотрим на этикетку, что нам даёт этикетка. Дофокусируйся же ты уже, что ж такое-то. Никак не могу поймать. Так, что здесь? А здесь всё то же самое. Мне кажется, одни и те же этикетки. И фирма, даже девушка заказывала, вот, в Занзея, или как-то так, коллекшн. Больше ничего нет. Ну, вот такое платье. Этот заказ мне ещё раз подтвердил, что вкусы у всех разные, и все мы с вами разные. И нужно уважать вкусы другого человека. Так что, пышные дамы, такое платье для вас. Сейчас перейду к следующему. По-моему, остались две туники. А вот такая хлопковая туника, такого приглушённого горчичного цвета. Очень нравится материал. Это чистый хлопок, ну, по ощущениям, такой сжатый хлопок. Вот эта туника маломерит. Размер 5XL, но я думаю, что это не 5XL. Думаю, что она маломерит, потому что она хорошо сидит на мне. Ну, во-первых, свободный крой, понятное дело. Но всё-таки она не такая громадная, как вот те платья, которые я показывала. Единственное, что мне не нравится в этой тунике, это вот эта роза. И я подумываю, что, скорее всего, я эту розу переделаю. Мне вот, ну, ну, совсем она никак. Лучше бы они её там не рисовали. А так вообще, вот для прогулок в прохладный летний денёк здесь вот такой вырез, вот такие строчки. Ну, немножко торчат нитки. И я не думаю, что она дорогая, эта туника. Длинный рукав, но материал очень-очень приятный к телу. Размер тоже 5XL, но это далеко не 5XL. Я думаю, на мой взгляд, что эта туника маломерит. Ну, я же говорю, всё то же самое. Прям вот одни и те же этикетки. И всё то же девушка заказала просто одну и ту же фирму. Вот это Занзея. Я так прочитала. Значит, со спины выглядит вот так. Просто обычная, свободного кроя, такая вот туничка. Красиво будет смотреться. под лосинки, под джинсики. Ну, в общем, такая обычная, обыденная, не избитая модель, которая, я повторюсь, для таких вот прогулок где-то в парке. Сейчас покажу, какие у меня пришли мысли, как я хочу заделать вот эту розу. Помните мой волшебный сундучок, когда я вязала ирландское кружево? Вот такие розы у меня навязаны. Они всё ждут своего часа, своего момента с такими листиками. И вот я, скорее всего, эту туничку немножко украшу. Возможно, пущу вверх такую веточку. Вот она только внизу, это роза, да? А мы сделаем просто аппликацию. И эта туника будет, ну, на мой взгляд, смотреться совершенно по-другому. Мы же волшебницы, и у нас обязательно всё получится. Так что вот так вот можно даже, можно вот эту веточку вот так сделать. Ну, то есть, как-то придумаю что-то, сооружу здесь, чтобы мне нравилось. Ну, мне очень не нравится вот эта вот нарисованная роза. Это просто принт, просто краска. И, ну, не знаю, как-то как-то всё уже очень просто и по-детски. Ну, а мы сделаем вот такую красоту. Так что это ещё одна идея от меня для вас. Ну, и последний товар из этой посылки, которую я не заказывала, это вот такая красивая туника из прошлого. По-моему, так называется вот этот выбитый элемент, ну, а-ля прошлого. Очень нравится. Вот здесь я должна сказать спасибо моей заказчице, которая сделала этот заказ. И вот эта туника, ну, просто очень нравится. Она хлопковая, она мягкая и это натуральный материал, то, что я люблю. А здесь красивые деревянные пуговички. Вот они. Видите, какая красота. Здесь очень красивые разрезы с такими же пуговичками. Ну, вот нужно будет пришить вот эту пуговицу, начала отрываться. Ну, то есть всё как я люблю. и пружьо это только спереди, со спины её нет, просто вот такой хлопковый, очень мягкий к телу материал. Опять же, этот самый размер XL и эта туника, несмотря на что она сейчас на манекене 48-50 ну, она, наверное, пойдёт размер в размер, потому что ну, широка, удлинённая спинка здесь, сейчас покажу вот так, видите, удлинённая. В общем, я рекомендую вам, пышные дамы. ну, и длинный рукав, мне он длинный, я вчера мерила, закатывала, и, скорее всего, тоже буду переделывать под себя, ну, здесь, здесь нужно вот здесь убрать объём, который мне не нужен, а может быть, и не буду переделывать, буду носить дома летом, ну, в общем, вот это мне очень понравилось, и по качеству, и по исполнению, вот, ну, сама модель понравилась. Так что, пышные дамы с размером 5ХЛ это туника для вас. Ну, вот, мои хорошие, все товары из моего, не моего заказа я вам представила. Этот ролик, скорее всего, для пышных дам, ну, а я пойду готовиться к видеосессии и немножко повеселимся. Я покажу, как это все сидит на мне. Дамы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok